Пасаде Монопопожда Одни из самых старых священных писаний – Панишаны. Слышали такое? У Панишаны. Среди их сто восемь – Панишаны. Во всем известны Ииша – Панишаны, Кленовы – Панишаны, Чендовы – Панишаны. Которые на родском языке есть. А слово «упанишаны» – это значит «сидеть рядом», «слушать сидеть рядом». А вот здесь точно такая религия становится тоже. Нормальная религия. Вот это приходит родительный народ. Восстанавливается. Поэтому я не призываю, чтобы на поле сидели. Но все равно. Сегодня мы с вами поговорим немножечко по астрологии. Юля сказала, что еще какие-то вопросы мы заготовили. И начну я с того, что мы даже бы заявили такую вот тематику о нескольких уровнях, я так скажу, слоях человеческой жизни. Верническая астрология – Жьётиш. Ну, наверняка все из нас хоть так и сталкиваемся, и не знают немножечко. А сожгут и Жьётиш – значит свет. То есть это тот свет, который помогает человеку разобраться, сориентироваться в жизни. И буквально несколько недель назад у меня получилось так, что три семинара подряд было среди студентов. И мне бросилась в глаза такая вот динамика. Немножечко смещение взгляда. Смещение взгляда не только на проблемы человеческой жизни, но и на самого человека. Но начну немножечко издалека. Может вам, кому непонятно будет, это будет недавно. С точки зрения астрологии карму человека можно на текущую жизнь определить, составив, по нашему говоря, карту. Называется на санскрите Раси Кундали. То есть это учитываем мы координаты места, где родился человек, время, когда он родился, и смотрим положение девяти планет и двенадцати созвездий, естественно. Но главную роль играет ведическая астрология, двадцать семьи поближних звезд, которые называются «Маршат». И это, будем говорить так, не полный список того, что произойдет для того, чтобы делать какие-то предсказания. Но прежде всего это показывает характер человека, его возможности скрытые, открытые и предположенности каких-то случаев, каких-то периодов жизни. Не только благоприятных, не благоприятных, но ничего. И вот эта вот система, она основана, она называется «Лагна». «Лагна» значит «Привет». То есть человек рождается в каком-то месте в какое-то время, то есть получив зернышко из той многочисленной кармы, которой он имеет. То есть нельзя сказать, что вот мы живем и в следующей жизни человек будет получать результаты того, что мы сейчас нашли. Это было бы слишком большим упрощением. Это было бы слишком большим упрощением, хотя это и противоречие современному индуизму, где люди говорят «Живите хорошо, в следующей жизни будете жить лучше, потом будете жить еще правильно и вы там будете подниматься». Но это сразу вам скажу, что не соответствует философским, но и металлогическим методам, поскольку человек наживает столько кармы, что отработать ее за одну, за две, за три жизни очень трудно. И по каким-то законам Вселенной, назовем их так, ему выделяется из огромного амбара одно рисовое зернышко на жизнь. Вот тебе такая жизнь. И эта жизнь как раз определяется в этот момент рождения. И вот это вот понятие «Лагна», то есть тот восходящий знак, то созвездие, которое сходило на настоке в этот момент, оно берется как бы за точку отсчета вот именно этой вот карме. И фиксируется положение Луны относительно вот этих вот 27 неподвиженных смыслов. И вот это вот в чем основной смысл ведической астрологии, чем ее отличие от других систем астрологии в том, что именно вот Накшатры определяют связь, тонкую связь человека с высшими силами, так назовем. Называется Девы. То есть Девы – это высшие силы, которые управляют под тонким, так скажем, руководством природы всеми нашими действиями. И, конечно, вам покажется странным, но зона ответственности каждой из вот этих вот сил довольно-таки сфокусирована. Есть, допустим, ответственность за то, как будут моргать правый глаз и левый – они разные. И их миллион всевозможных таких вот тонких каналов. Человеческое тело, естественно, вы скажете, 108 надей, вот канала там, но сквозь эти надей проходит колоссальное количество праны – жизненной энергии, которая и дает нам возможности рукой поврещать и мозгами. Немножечко, как называют, поработать. Поэтому тут мы и обращаемся к вот этим вот неподвижным звездам. Может быть, кто-то из вас слышал, у них такие названия известные – Ашвили, Харани, Крити, Харапили, Нигашира и так далее. Вот. И они определяют свойства человека. Допустим, есть сотни классификаций. Ну, самая простая, допустим, которую я пользуюсь каждый день – есть деление вот этих вот макшатр на три категории. Девы, Мамушья и Ракшаса – божественные, человеческие и демонические, так называемые. Это не значит, что человек, родившийся под демоническим макшатрой, будет демом. Он будет обладать определенный характер. Вот когда человек приходит, я сразу смотрю. Если у человека макшатра божественное – делик, то значит, он будет терпеливо смолушать, пытаться что-то вникнуть и так далее. Если у человека макшатра манушья человеческая, даже пускай он будет подчиненным или, наоборот, начальником того, у кого божественное. То есть он будет пытаться все свести на практический лад. А если у человека родился под вот этой макшатрой, ракшастической, то есть он будет, скорее всего, начальником успешного человека. Почему? Потому что он сразу хочет все получить. Поэтому мой опыт показывает, что люди, которые достигают материального молодого опыта, они как раз рождены под вот эти благополучия. Они рождены под демоническими макшатрами, потому что их главное свойство – получить все всегда и сразу. Поэтому вот это вот первый признак. Они также делятся по огурнам, благости, страдости, невежеству, по качеству. Есть мягкие, жесткие, ужасные и так далее. И вот этот человек, он уже приходит внутри, у него уже все это дело. И вот с этим как-то нужно вот так вот справляться. И поэтому когда-то, ну там больше чем 30 лет назад, когда мне пришлось, когда я учился в Индии, то есть тогда не было компьютерных программ, и астрология была совершенно другая. Как раз тогда исследовали положение Луны относительно вот этих неподвижных звезд макшата. И в свое время, когда один из моих впечатлений, я всегда вспоминаю эту историю. Приехал там издельный человек, вот, и он к нему подошел и говорит, вот мы начинаем сейчас вот когда-то вот такой-то вот бизнес. И как это, ну, будет ли это успешно? Ну так обычно люди спрашивают. Он говорит, как его зовут? Он назвал его имя. Просто назвал его имя. Он подумал буквально минуты две или три на пальцах, сделал небольшой какой-то подсчет и ему рассказал, вы начнете так-то, будет так-то, тогда-то кто-то одеяло на себя потянет, тогда-то кто-то наведет. Вот, и рассказал все это. Для меня это было, у нас говорят, это ясновидящие. Но на самом деле в Индии имена дают очень строго. Не только по, есть таблица специальная, я тоже говорю, где дети дают букву, с которой называются. И в соответствии с лакшатрами и четвертью называется пада дается слог. Там, са, ба, да, бха и так далее. И основная совместимость между людьми как раз по этим дакшатрам и состанется. И если ты знаешь принадлежность этого слова, то ты уже можешь знать, какая будет совместимость этих. Допустим, даже зная имена людей в Индии, можно определить, какие у них будут отношения даже в любви сексуальной. Потому что сразу же ты определяешь, значит, это есть там дакшатры женские, мужские, там собака с буйволом, буйволом, со змеей. У них разные такие отношения. Вот, и он просто по этим дакшатрам рассказал вот эту вот всю историю. Но он был большим человеком, потому что ему дало все свои жизни, то есть ему очень сильно доверяли и всегда все получалось так, как есть. Это основывалось вот на таких вот тонких принятиях, ну, каких-то вот структур чего нет. Но за вот эти вот, будем говорить, 30 небольших лет, произошла эволюция цивилизационная. То есть и люди стали больше обращать внимание на то, что происходит непосредственно. Это не то, что касается вот ладны, луны. То есть есть три категории. Ладна – это вот то, что происходит в жизни. Карма. Вот. Есть много видов кармы, вы, наверное, слышали. Там есть проклада кармы, которую нельзя избежать или изменить, там, или агама карма, которую можно каким-то образом изменить. То есть есть карма, которая зреющая, которая уже созрелая, и та, которая отложенная. То есть это целая наука. Если рассказывать ее, мы будем здесь сидеть месяц и даже чуть-чуть не разберем. Это такая, ну, на сколько у нее переберешь. Ну, вот как раз таки этот восходящий знак, вот как карты вот эти вот столы. Первый дом, второй, третий, четвертый. То есть вот от этой ладны все и пляшет. Это ассидент называется на западной астрологии. Он показывает карму человеку. То есть что значит, там, допустим, первый дом – это характер, внешность, здоровье. Второй – это достатор его, там, что связано с артом пищи, речи, родственники. Третий – это там таланты, руки, братья, сестры, четвертый дом, семья, мать, пятые дети, шестой – враги, седьмой – партнер на фронте. Восьмой – смерть, девятый – путешествие, счастье, белигия. Десятый – профессия, одиннадцатый – прибыль, двенадцатые – потери, заключение. И поэтому сейчас всегда строим эту карту и, допустим, смотрим, где находится планета развитая, значит, их область будет процветать. И первое исследование – это то, что у каждого знака есть свой управитель. где находится управитель этого знака, то есть там будет сосредоточена карма. Если в седьмом доме, значит, это будет связано с партнерством. Если планета в хорошем положении, то есть в знаке радости и презентации, то есть это будет полная любовь, радость на всю жизнь. А если она, допустим, в падении или прожена с опорными планетами, мучиться будет тоже сюда, несмотря ни на что. И вот там на этом основаны все эти исследования. Но и в те старые времена еще… Конечно, тогда нельзя было так вот вольно составить гороскоп, там прийти или еще что-то, на полу рисовали даже не лело, а просто камешком, то есть какие-то вот вещи, которые когда человек родился, то есть ты знаешь, как находятся звезды. Но вот как вы ко мне приходите, допустим, в те времена, чтобы составить… Ну ладно, восходящий знак рассчитать можно по формуле. Но каждое положение планеты, ну, несколько домов таких вот этих… Эфемериды были раньше такие. Кто-то из вас может увидеть когда-нибудь или уже никто не застал. Издавались книги такие, эфемериды, на каждый день, как располагается каждый планет. И еще нужно было где-то там находить координаты всех этих городов. Там бывали казусы, однажды как-то в 70-е годы где-то там на автобокзале, где-то там, может, тогда там начинались все эти эволюции, там проверили и у меня нашли эти листочки с координатами городов. Эти листочки с координатами, они там упали в обморок, в туалет, в туалет, в туалет. Первый раз в жизни видели каждый город и шесть координатами. Тогда это было состояние достаточно трудно, то есть, но… в этом больше обращали внимание как бы на человека как изнутри, а не то, что происходит с ним снаружи. Поэтому вот эта вот такая вот прабхада карма, то есть жесткая карма, она определяется вот 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 ассидентом или расходящим знаком. А следующий пласт жизни человека – это то, что происходит у него в уме. Для этого существует Чандра-Лагна, то есть исследование гороскопа от того места, где находится луна. В каком же порядке? То есть, и если у человека ментальный уровень достаточно развитый и близкие совпадения или пересечения, то человек живо как думает, что бывает крайне крайне редко. Вот. И сейчас вот мне пришлось столкнуться с такими вещами, когда вот приехали студенты, которые учились в других школах, никто уже не помнит даже и не встает разговор о том, что есть еще сурья Лагна. Сурья – это солнце. А солнце – это сердце или душа. То есть, это потаенные возможности и цели человека. Это, ну, знаете, как душа. Вот. И когда я спросил, то есть, вы когда-то обращаете меня? Он говорит, нет, а зачем? Говорят, у нас ни разу не было ни одного запроса у людей для того, чтобы разобраться, ну, для чего он живет. Ну, вообще, в принципе. Не для того, чтобы там карьеру сделать, детей воспитать или еще что-то, а вообще, в принципе, зачем все это затеяно. То есть, таких запросов, как бы так вот и нету, и человек совсем позабыл, что… То есть, он выходит за рамки, вот, современных, то есть, наших представлений, там, болезней, забот или, там, успехов. И, ну, правда, в утешении могу сказать, что в Индии там то же самое. В Индии то же самое. То есть, поэтому всегда уже, то есть, то поколение, которые, вот, знаете, там, говорили о том, что один из первых моих разговоров, там, с моим товарищем Дженнером, он не философ, он просто продавец. Он вот эти вот малы продает, на базаре делают, да, они делают, ну, в основном, они стулоси. И вот он и продает. И когда… Я не помню уже самого разговора, сколько там прошло. Большинство из вообще так далее на свете. И он как-то говорит, чем мы отличаемся друг от друга. Ну, из-за чего-то разговор взошел. Он говорит, вы когда рождаетесь, вас учат, как жить. А когда мы рождаемся, вас учат, как умирать. То есть, говорится там о том, чтобы жизнь не напрасно прошла. Это, ну, вот эта философия, она тоже пропала сейчас. Все тоже, как это, как жить. Все стремятся, как жить. Поэтому, вот, хорошо бы, вот, несколько слов, почему я сегодня затеял с этого разговора. Может, для вас немножечко путненно или непонятно. Но это к тому, чтобы человек хорошо бы соединить то, что вот происходит в жизни, чтобы это синхронизировалось с его манасом. Манас – это ум. С ментальной деятельностью. И отозвалось в его сердце. Если вот это вот какая-то вот выстроится структура, то есть, тогда у человека в результате получается покой и спокойствие и радость происходит. Сразу, конечно, скажу, этого невозможно добиться, потому что на себя его любили. То есть, он построил изначально даже вот земля в старых книгах, вот таких, как Упанишады, называются как Мричью Охом. Мричью – это означает смерть. То есть, место как бы смерти. Поэтому, как бы ни было хорошо, под конец все равно плохо. И вот они смеются. Говорят, ты, говорит, жизнь прожигаешь, люди летят в лифте с двадцатого этажа, и чтобы между восьмым и девятым этажом они как-то устроились и подлифовались. Примерно так выглядит здраво до современного астролога. Потому что оперируем мы, астрологи оперируют самый меньший, самый меньший временной отрезок, называется Саввацара. Шестьдесят лет. Это как связано? То, что две медленные планеты Юпитер и Сатурн. Юпитер оборачивается за двенадцать лет, Сатурну там за тридцать. И вот в одной точке они, естественно, попадают через шестьдесят лет. И это от начала отчета временных, так сказать, промежутков. Они называются лиги. И они составляют промежуток четыреста тридцать миллиардов лет. Ну, с небольшим. И вот считается, что самое мельчайшее измерение времени — шестьдесят лет. Человек, вот, карма человека распределяется, согласно Риншо передаши, на сто двадцать лет. Сто двадцать лет отведено карма-человеку по карму. Ну, сейчас чуть повыше. Преога там, если в условии идти. Сами знаете. Что значит сто двадцать лет? Один день и одна ночь. То есть, с точки зрения планетарной нашей Солнечной системы, не той системы. Наша Солнечная система, она вписана в систему Гуру-Булах. Тоже называется. Кстати, она состоит тоже из четырехсот тридцати миллиардов систем таких, как Солнечная. А те, в свою очередь, образуют уже нормальные планетарные уровни, где там уже числа, которые с шестнадцатью минами выходят. Поэтому вот как у нас бабочка-однодневка. Знаете? Вот, мы же бабочка-однодневка про зимню, там ей бесполезный рассказ. Вот. Так и с точки зрения не вселенской, там, какой-нибудь высших планет, Слава, Лока, Тапа, Лока. А с точки зрения нашего уровня мы живем два дня. Мы живем два дня. Ну, это элементарно. Вот. Поэтому как-то был, как раз вот в Кадху Панишат, там рассказывается история про мальчика Ничикетова. Он был сыном Брамана. И тот совершал какое-то жертвоприношение, и он начал там пять лет, он начал что-то возиться, мешать. И тот ему говорит, уйди, не мешай. Он что-то начал, этот самый, он его как бы послал к Емараджу, а Емарадж это бог смерти. Ну, мальчик был послушный, взял и пошел. И пришел. Пришел в царство смерти, а самого бога смерти нет. И он три дня его ждал. И через три дня, когда пришел, он говорит, надо же, ты живой, ну, в царстве смерти еще и сам пришел. Давай я тебе что-то там желание выполню. Ну, он попросил, естественно, чтобы с отцом применился, чтобы все было хорошо там и так далее. Ну, и третий вопрос, он задан такой. Объясни мне, пожалуйста, почему мы вообще живем тут, и какой смысл, и, ну, как вот это все происходит, я же маленький, не понимаю. Он говорит, ты знаешь, ты можешь попросить у меня там какое-нибудь пламя, или сколько угодно добра, и все. А это, я говорю, тебе объяснить не надо. Я сам, говорит, не понимаю. Потому что я вот смотрю, как ты смотришь на муравейник. Вот когда-нибудь видели муравейник? Бегают, вода бегают на муравейник. Чего бегают? Ну, мы-то не понимаем, что там происходит. Так и с точки зрения более высокого уровня, никто не поймет, что мы вот там возле себя. Правильно. И он говорит, я понимаю, я, говорит, по своей работе я только вижу, как они, пуп, быстренько-быстренько, как от смерти к смерти. Чик-чик-чик. Я даже не успеваю, говорит, ты заметить. Как муравейник. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну, а что я могу сделать? Как я тебе могу объяснить? Вот. Но нам кажется, что вот между восьмым и девятым этажом, пока лет летит, нужно как-то оборудовать жизнь, чтобы было нам хорошо, нашим близким было хорошо. Что еще? В общем, добра нажить. Что еще? Дерево. Дерево, ладно, посадитесь. Поэтому вот этот смысл в том, что когда мы соединяем мана с сердце, то есть нашу карму, то есть, чтобы человек, он шел в плюсе и осознанности его было. Чтобы в конечном итоге перестали лифты и дебавиться. Вот. И как раз в этих же освещенных писаниях написано, что единственный способ улучшить состояние, это вот перестать подливать масло в воду. Ну, вы скажете, что вообще ничего не делать? Ну, ничего не делать, это тоже подливать масло в воду. Правильно? Здесь-то опять же, то есть, карма, она совершенно не вписывается в нашу обычную информацию. Как-то там убегали люди от разводников. И на опушке леса сидел один тоже там подвижник, далший обет говорить правду. Есть в Индии одна из таких, самая первая заповедь, говорится, если хотите карму очистить, что делаете? Простите свекрадыши. Слышали, например, лучше, да? Одиннадцатый день растущего и одиннадцатый день говорящего. И говорите правду. Это очищает сердце. И он сидел, соблюдал. Разводники бегут и говорят, куда побежали? Он говорит, ну, куда. Те догнали, расправились. И там же описывается, говорит, что потом в аду видели вперед вот этого вот подвижника, чем разбойника. То есть он взял большую карму на себя. Больше греха. И некоторые говорят, о, я там не буду ничего делать. То есть, но не исполнение долга, как говорится в богородите, то есть хуже, чем совершение зла. Как? Помните даже, Кришна говорит о дарджуне. Лучше выполнять свои обязанности, чем хорошо чужие. Не лезть туда куда тебе. Поэтому вот жверишь как раз устанавливает какие-то вот уровни существования. То есть эти уровни существования, это очень серьезные, это очень серьезная вещь. То есть если человек, допустим, думает, что ему нужно больше, чем у него, чем ему предположено. То есть он сам себя съест какими-то планами или же он добьется успеха. Он добьется успеха, но чем он за это заплатит, тоже он не может знать. Вот даже я вам когда называл номера вот этих домов в гороскопе, которые за что-то отвечают, я сказал, что прибыль это одиннадцатый дом гороскоп. Он еще называется дом по чаю, роста. И он дневняется, если посчитать, шестым от шестого от дома болезни. И если человек неосознанно чуть-чуть переходит рамочку, перебирает немножечко лишнее, то пропорционально у него начинает убывать здоровье. Ну это не значит, что копал-копал, мозоли натер, там заразу поглаждал и все прочее, спину не дормал. Нет, это происходит в более тонком уровне. Или же человек не добрал, пересидел. А ладно, я там мужик принесет или там дети. Обратный процесс, я сберегусь. Но на самом деле он получит с другой стороны тоже бережется-бережется, а здоровье получается. Поэтому вот и нужно вот это вот понимание, которое зависит на у нас вот этой Луны, должно быть как-то, хотя бы даже вы скажете, ну если мы не можем разбираться там гороскопом, посмотреть такой период, там ли совместательнее или еще что-то такое. Просто правильный какой-то вот анализ, остановка, какая-то медитация, осознанность, сейчас можно и снова такую осознанность. Оно помогает вот это вот синхронизировать. Из этого чуть-чуть получается какой-то покой у человека. Голова забита, а тут немножечко разряжается пространство. И оно может уже чем-то хорошим попробоваться. Помните, стакан, допустим, у нас вы хотите молоко попить, а там в стакане вода. Кто-нибудь, что вы делаете? Кто-то льет туда молоко? Правильно же, вы сначала воду выливаете, а потом уже выливаете молоко. Так и здесь жизнь, она либо мы заняты чем в основном? Либо мы вспоминаем что-то прошлое, либо планируем на будущее. Ну, как показывает опыт, либо мы вспоминаем из прошлого страхи какие-то, либо мы на будущее как-то там всегда детективы, ворохи и какие-то там страхи. И получается так, что продукта жизненного и нету. Как-то вот иногда, особенно молодежь сейчас говорит, вот чего ты там посмелишь, надо жить в моменте. Слышали? Надо жить в моменте, беря от жизни все. Я говорю, ну и как вы забираете? Он говорит, ну вот когда-то мне было хорошо. Ну ты можешь сделать так, чтобы тебе было хорошо хотя бы 10 секунд. Ну может быть в бане кто-то парится, пока голова не заморит. Но потом это у нас как-то так проходит. И мы начинаем думать что-то уже на период. А некоторые все время вспоминают что-то какое-то прошлое. Кто-то его обидел. Или там в детстве там, сейчас модно еще, вот тоже почему-то знаю откуда это взялось. Прорабатывают род там, там какие-то там все эти. У меня там есть один студент в какую-то группу ведет. Мне кто-то вчера из наших, здесь кто-то говорит, подписался. И вот они там делают вот эти вот Питри Пакши называется. До мгновения предков. Там она включает в себе там шратху, полинальные обряды. Потом тарпона. Тоже вот такие церемонии. И он говорит, ну мы начали там, мы с собой себя чувствовали. Там боль. Типа через боль надо пройти. Там всех простить. Я говорю, мы бы с собой разобождались. А потом бы предков бы воспоминали. Я говорю, хорошо, как-нибудь по чуть-чуть. Но вот это вот прохождение через боль и там какие-то вещи. Или люди там и так, говорю вам. И так в голове места нету. Все там то победили, то не победили. Там где-то там в Харьковской области. Я говорю, ну что вы. Там я утром иду в мантру повторяю. На улице там какие-то ребята стоят и там по 70 лет. И они там в какие-то деревни там называют. Там взяли, там разборбили. Там сегодня, я слышал, какую-то плотину взорвали. Я думаю, мать честная. Ну 75 лет человек, ну еще что-то. Но они вовлечены именно вот взорванную плотину. Ну уже одушевну дополнительно. Ну конечно, не скажешь, еще и камень кину в тебя, скажем. Как можешь там. И они уходят вот, живут там. Хотя от этого, от их переживания, то есть ничего хорошего не случится. Я вам сразу скажу, не опираясь там на Ганди, ничего что-то. Вот это было давно уже. Если люди хотят, чтобы добиться такого мира. То есть вот им нужно собраться вместе. И помните, как Битлосы там с войной боролись в Вьетнаме. А они меня заставили. А они там цветы, там все такое. Там пели песни, там антры читали. Это единственный способ, как можно избавиться от вот этих всех вещей. Я не говорю о том, что причины какие есть. В Вьетнаме написано, что за ней всегда будут войны, пока убивают коров. Пока будут убивать коров, то есть войны будут непривыкно. Там говорится, каждый день в семи местах земли будут идти войны. Я об этом не говорю. Ну просто, чтобы остановить эту привязь. Конечно, вы скажете, вот пропаганда такая, то есть это Ильдусская. Чтобы все стало хорошо, каждый станет хорошим. И автоматически все станут хорошим. Слышали такую идею? Были такие этапические идеи. Раньше, там, у того самого Тониан Никола Ганди и всех прочих. Ну, представьте себе, в один день все как бы так собрались и решили, все, мы исполняем принцип жизни человека. Какой первый принцип, Георгий? Кто знал? Ахимса. Ахимса, да. Яма не яма начинается с Ахимса. Ахимса что значит? Ненасилие. Представьте, вот вдруг что-то случилось, метеор пролетел, и люди все решили, все, ненасилие. И что тогда получится? Никакой войны нигде и не будет. Но можно себе это представить? Конечно, нет. Потому что людям нравится, по-моему, другая жизнь. И поэтому... Но каждый может вдруг каким-то образом... И раньше собирались люди, и вот они пели матры. Или вот после войны, когда люди погибали, люди собирались, и пели. Есть такая махабрики джаэма. Слышали? Да. Поднимите руку. Кто слышал? Смотрите. Да. Ну, если к романту, побеждающая смерть. Махам ричи жам. Ричи – это смерть, а ричи – это смерть. А вот такая махабрика. Триям бакам. Слышал не жам. Ну, я жам, не сука. Триям бакам. Слышал не жам. Как огурец отделяется от себя, так и тревоглазый всеклогой, устраняет все беды, наполняет жизнь счастьем и убеждает смерть. И люди собирались в огонь, масло винили и повторяли эту манту. И мир из-за меня начинался. А у вас как побеждаем? Оружием, больше оружия, мобилизации и все-все прочее. Они гасят бензин на моторе. Но об этом вы собрались еще тем, кто это слушались. Если говорить о том на улице, то дадут поговорить. И поэтому это еще одно внешнее влияние. Внешнее влияние на вот этот уровень Мамаса. Человек перестает контролировать свои ментальные привычки. Он делает, просто живет уже импульсивно. Импульсивных тоже живет. Животные дискотек. И человек постепенно скатывается до того, чтобы что-то повесть, что-то урвать. И самое отвратительное из этого получается так, что все начинают воспринимать других людей с перемертой стороны. Чтобы получить что-то. Раньше, да не так давно, кто-то читал, фоткой, да, совлазь там, может быть, не вашим, еще что-то. Раньше, чем люди... Это мне сегодня зашел разговор с одной девушкой. Она хотела сюда прийти, но так и не пришла. Что-то ей не везет. Я говорю, что такое любовь? Ну, ты мне скажи, в чем тебе не везет, что такое любовь? Ну, она там, когда тебе с человеком хорошо, вот как обычно, когда тебе с человеком хорошо и хочется, чтобы всегда было хорошо. Я говорю, ну, это нет. Это что такое? Как это называется? Эксплуатация. Человека-человека. Вот. Я говорю, вот, у тебя не будет везти, пока ты не будешь, не сожмишь в голове так, что тебе хочется кому-то сделать хорошо, независимо от того, как тебе. Это следующий уровень воспринимания. Ну, из этого, естественно, прорастает то, что главная задача в отношениях у людей – это развить в себе отсутствие претензий другому человеку. Не выдвигать наперед. Ну, если мы не принимаем человека, то вот как есть. И стараемся. Ну, да, мы принимаем человека, но сначала список. Ты должен, собака, а конца им нету. Ну, может быть, не озвученный, но в голове-то этот список посидит, что нужно. Поэтому все и в этом уже начинается. Ну, на третий уровень, на сердечный, здесь уже словами мне вам трудно будет рассказать. Потому что это выходит уже за уровень каких-то механистических действий и даже механистических мыслей. К сожалению, у нас прослывешь чудакову, если будешь по сердцу жить. То есть по сердцу – это как бы прислушиваться хорошо, это неплохо, там принимать, не принимать. Ну, вот, да и технически это невозможно. Потому что это проявляется на уровне спокойного ума. Когда человек с платформы Мамоса переходит на уровень будхи. Будхи – это как бы разум уже. Но как-то вот один уж очень такой, там тоже ученый, Пайди, Винди. Ну, он и ученый такой, микропилолог или кто-то, как они так называются. И он говорил, что северный человек невозможно выйти за пределы Мамоса. Потому что слишком большой инженерационный контент есть. Он ему не дает. Вот. Они посчитали, что сейчас за год человек получает информации столько, сколько человечества всё получало, там, пять тысяч тридцать девять лет назад, тысяча второй год. Вот сколько было. Сейчас каждый год каждый получает. Тогда что все получали. А сейчас мы в Ленте дам этот самый так, что не смеешь. Не смеешь. Не смеешь, наверное. Мам. И даже вот вы, ну, как бы понимаете, что там, не знаю. Я уже не говорю о том, что, конечно, не призывая вам брать там горобыслы, идти в колодец, а тут и нет ни колодки, ни колодца, ничего. Ну, то есть раньше процессы жизненные, они были более-менее связаны с природой. Кто-нибудь видел у вас там, помните, журавли были, воды доставали. Это какая-то медитативные процессы были. Ты касался со стихией и не работал. Со стихией и не работал. То есть в рейках там ходили, там, полоскали, там, били, там, женщины, как-то там, все это происходило. Сейчас вот природа вернулась дальше и дальше не уходит. Я был в детстве, там, отец мне плел, корзину учил взвести из лазы, знаете, так, и так, под картошку каждый год, там, завяжешь круг и все. И вот там из этой, из раки ты там свистулку сделаешь, там, ну, какой-то, ну, какая-то была совсем другая жизнь. Эта свистулка там в самогрю поет, там, где свистнуешь, свистнуешь. А сейчас, наверное, из вас никто, наверное, самогрю и не видел. Поэтому в этом плане, в этом плане, конечно, немножечко тяжеловая. Поэтому вот мы тут, бывает, и собираемся здесь, чтобы вот кто-то из вас приходил йогой занимался. И вы иногда в процессе, в процессе занятия йогой, вы можете достичь вот каких-то вот таких вот переходных ступеней. То есть, и причем, а некоторые из них, они могут даже сделать человека по-настоящему счастливым, даже находясь в современном, так сказать, обстоятельстве. Или же вообще сделать человека сверхчеловеком. Если вы читали даже, по-моему, где высвятые потанжали, ну, в Шиманбаме там точно описывается состояние, когда человек переходит на уровень саттвы благости, или шудха саттвы, то есть чистой благости, когда у него спокойный ум. То есть, он живет только одной радостью. Но есть еще и особое четвертое состояние, называется оно тумия. Когда человек выходит за пределы материального существа, как наблюдатель. Как наблюдатель. И он смотрит на этой стороне, и мир ему уже не калажматит. То есть, и у него это уже не то, что, даже нельзя сказать, это называется не радость, это там пребы и бхавы, это особенные состояния. Особенные состояния введения со всели. И это не значит, что раз и человек разлетелся. Даже вот, или больше вам приличное слово самархи, слышали? Даже если человек бывает достигает состояния самархи, но он может и вернуться в обычную жизнь, перенеся вот этот вот опыт. Но он уже возвращается другим. Он уже возвращается другим, и он уже тогда не только сам живет одним только радостью и счастьем, не зависит от внешних условий. О нем уже Господь начинается запрятаться. Вот я читал, по десятой главе, в магалаките, там десятый текст есть такой. Если, говорится, ты будешь правильно развивать духовные практики, там, как называется, башена, ну, служить Богу, там, как-то людям и все прочее, то я дам тебе разум, и дальше он говорит, что это Кришна Анджон говорит. И он говорит, и я избавлю от большинства неприятностей тебя. Ну, там не говорится полностью избавлю. Ну, от большинства. Потому что, допустим, от физической смерти он избавить не может, человек. От старости не может избавить. Но может избавить от последствий вот этих неприятностей. Потому что он говорит, да, я понимаю. Особенно, вот, девушки, кто-то соревнулись, то есть, говорится, там, главное у нас, кто с нами соревнуется, это время. Первое, кого побеждает время? Красоту. Ну, говорит, если там практикующий человек, он избавляется от страданий, вызванных победой временем над красотой, над здоровьем, над окружающими людьми. То есть, а над пятью беспокойствами, которые вызваны погодными условиями, насекомыми, дураками и прочее. Конечно, скажешь, вот, ты тут рассказываешь. Ну, смысл в том, что это не только, я же не только играюсь. Говорится, что вот эта древняя наука, она опирается в гуму, садху и шасту. То есть, есть учитель, есть литература, вот веды, допустим, которые известны, как больше 7 тысячи ранее записаны, и садху. Это, значит, святые, которые в своей жизни показали пример. То есть, которые достигли чего-то. Достигли чего-то. Ну, не обязательно то, что они лиритируют, лиритируют, по воде ходят и так далее. Но, допустим, мы можем ощутить это на своем процессе. Конечно, вы скажете, надо в Индию ехать, увидеть, что идет человек ночью и весь город светлый. Да, такое бывает. Но бывает и по-другому. Я пока рассказывал, вспомнил такую историю. Как-то несколько лет назад я со своим другом, там, мы поехали на конференцию по астрологии в Европе, на придворе Гималая. И когда она закончилась, там еще была у нас одна женщина, тоже коллега. Ну, она очень известная там такая вся. То есть, там, четыре телефона у нее там, ну, там, ей все звонят. Там, у нее все все время, она такая. Вот. И мы говорим, давай съездим в Харидлав, там, буквально 25 километров. Там есть такой город, который Баргималая. Там, Мишетешки, не бывает, самые известные. Там когда-то Хари, значит, это Бог, а Двара – это ворота. Ну, как-то там жили святые. Там есть храм на горе Дурге. Там, то есть, мы сходим туда в храм на Дамшин, в Ганге, там, на Моносе. Ну, в Рорке тоже Ганге течет, но там есть место Хариполь, где специально там, ну, как сказать, намоленное там. Я говорю, ну, хорошо, ну, зайдем так вот, как на Моносе, на Бабах. Ну, это так, не учите. Вот. И мы приехали на машине уже вечером на взводе, там, с педалями, со всеми, знаете, самыми. И, говорю, сойдем на две минуты на Даши, ну, буквально там поговорить, плечушки-то такое. Пойдем быстренько омоемся туда-сюда, там машина ждет и поедем там дальше. И мы зашли, у него маленькая комнатка два на два. Он такой, да, сидит на такой вот асане. То есть, ничего, никакой зизиты, ни надежды, ничего нету такого. А я, как бы, со стороны немножечко наплевали. И вот мы зашли, там, вот эта вот, там, да, верно, вся такая надежда, наверное, минутку раз. Зашли, и мне такой, и он говорит, ну, присядься немножечко. И, значит, он не говорил особо ничего такого. Ну, там, как вот, где вы были, там, как что-то, ну, что-то вот. Даже я и не уловил, а чего не было. Я смотрю по этим, по моим ребятам. Сначала гордость вот эта, важность там. Пропало, смотрю. Потом смотрю только, они как бы сели и смотрю, как обмякли. Спокойно. То есть, куда, что делать. Спокойно, то есть, проходит 20 минут, час, два, три слова. И я уже не узнаю моих ребят. Ну, вы себя, ну, за собой же не видишь, не наблюдаешь. И они уже, и уже даже и суета пропала. Ничего он не делал, там, никакие мантры не читал, никакие там яги не проводили, ни пужи. Просто вот, зашли в комнату к человеку, знаешь, он Бог, и все. И мы остались там на ночь. То есть, еще потом утром, да, пошли на морение, там, ну, придите еще покушайте. И вот мы там на следующий день, только вечером, там, оттуда уехали. То есть, это люди, которые действительно, ну, то есть, вот, это я своей, просто позже почувствовал, как вот эта вот вся вот, ну, какая-то суета, как бы жизнь, она просто растворилась. Как будто с тебя грязь слила. Вот. Это уже люди, они аккумулировали эту ночь. Он с детства, он принялся мясу, там, чуть-чуть, 4 года, то есть, ну, а так чудный образ жизни, и все. Потом мать его зашила еще старуха, сколько ей лет, там, 108 лет. А они каждый год, когда уже 108 лет, они каждый год празднуют 108. А я та, что-то там еще сумеется. Сколько у меня? Да, 100 лет. А через 5 лет, сколько у меня? 100 лет. Ну, такое число считается, как это называется, священное. Вот. Это… Это… Или я всегда, например, на Евстралию, там, моего учителя, как я тоже с ним познакомился, тоже это было давно, тоже, там, 30 лет назад. Он там жил на Ковыркалье, тоже такое священное место. И… Ну, он был известен, ему все приезжали, то есть, там, без ног люди, там, их ноги вырастали. Ну, в общем, какие-то чудеса, парень. Такого второго нет, уже там нет, конечно. И мы, когда пришли, и мой друг там вот сталкивает, говорит, ну, вот, ребята из России приехали. Ну, тогда еще никто не приезжал, тем более там места такие затоемные. И мы… Он сидел на улице тоже, вот, там какая-то лавочка, он сидел. И буквально мы разговаривали две или три минуты с ним. Ну, он нас просто представил. То есть, он говорит, ну, так хорошо, там, что-то, вот, там, что-то там, там, что-то там, 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 что-то, там, там, яжик, там, бюзинь, там, что-то там. Ну, в Индии принято обещать всех, вот, они бы раз нам предлагают, асад называется, и потом… И мы этот… Сразу же думали, ну, пойдем, пойдем, мы заняты. Парик мы делали там вокруг Священной горы, Гладхана, 22 км, отходишь там. Ну, мы только понялись, и… Тоже мне больше всего на глазах, что, пока мы сидели две минуты, шли люди толпой и одеяло приносили. И вот, пока мы стоим, такая гора одеял. А я думаю, ну, уже интересно, я еще ничего не понимал. Я говорю, слушай, а спроси, что с одеялами за… за теми, например. А тот смеется, говорит, вчера там из Гуджирата приехали паломники, то есть не успели обойти Гладхан, остались на ночь. И чтобы они не заберзли, я им дал бы одеяло. Ну, чтобы он не давать это перед ночью, так. Вот. Три тысячи одеяла за час ему там привносят тебе на следующий день. То есть это уже, кажется, что человек живет, уже какая-то у него связь есть не с людьми непосредственно, а через откуда-то там, представь, каждому же человеку пришло уже в голову, там, может, за день, за два или за три. То есть у него одеяло, шутка такая, видимо, была только космическая. Поэтому такие вот… и причем, надо сказать, что какие-то были случаи, когда люди болели, особенно одержимостью, другие там использовали какие-то инструменты, кто-то с помощью матра, кто-то с помощью чего-то, и у него он не был язык просто, он как бы с людьми там или говорил, или смотрел, или что-то такое. Ну, прямо, то есть человек сразу, допустим, слепой начинал лидить, а он что ли делал? У него кожа светлая, но на стороне, то есть он, наверное, скинулся. Как бы, веримо, кармуность выбрал, потом вокруг обходил вот этого холма, опять его. И это вот следующий момент, что, конечно, трудно поверить Священному Писанию. То есть раньше это было неопровержимо. Знаете, как вот, особо мы выйдем. Там, вот, в Бхагаватниду каждый день все читали, там, ну, обязательно. И было беспрекословно, вот, само, так сказать, вера вот. Но мы подвергаем самому. Нам нужно все это испытать. Нам нужно это все испытать. Но, к сожалению, все это, ну, то есть эггеническими способами, то есть взвесить или попробовать, нельзя. То есть это как банка с вареньем. То есть как штрих-код не читай, как не взвешивай, как не просвечивай, как это. Пока не откроешь, не попробуешь, ты и не осознаешь. Страха в том, что могут быть какие-то побочные элементы, ну, эффекты. Там многие говорят, о, психика страдает иногда. Ну, я сам больше сорока лет, Бхагават, повторяю. Увести себя на кубок, в летних турбах будет неплохо. А наоборот, мы проводили эксперименты в начале 80-х годов. В институт биоэнергетики там. И, ну, в рамках одних исследований, ну, помните, тогда в 80-х было, это было там все. И в рамках исследований, вот тогда у нас, например, большой Аша, в Москве, из дурдома брали ребят. И один мой знакомый, у него был сын. У него было такое перостройство, как сейчас мы говорим, популярное. Он не мог ни сидеть, ни стоять, ни спать. Ну, он спал, но он всегда двигался вот так. Когда мы его взяли, там спалим на полу, спалим, то есть утром его искали. Вот так вот здесь, допустим, в дверь в этом залпе. Еще вот летку. То есть, ну, бывают такие. Встречали вот этих людей, может быть. И когда его взяли, он стал повторять мантру, какое-то время. Потом, где-то через два месяца, может быть. Я почему-то помню, тогда была осень, а потом уже будем заниматься с ней. Вот. И однажды мы сидели и утром повторяли мантру. И через два часа, то есть, он ко мне подходит, и говорит, ты знаешь, я два часа просидел неподвижно. Ну, два часа занимает время повторить шестнадцать кругов. Ну, сто восемь. По сто восемь раз, там шестнадцать кругов. Я говорю, я просидел и даже не шула. А другого моего друга взяли, он был там в комсомольской правде, там отец на него там катилась, что-то там такое, что-то там, этот самый. И сейчас он очень известный психолог, Саша. Хотя начинал из, так сказать, насильно родительниц, да? А сейчас он очень известный психолог. Такой, так, самый смех. Упс. Ну, может быть, это так, с этим и связано. Поэтому практики, они как раз вот, на первых этапах, они как раз и, как раз вот, делают такую силенную между действием и своей природой. Если слушать природу, то надо его убить, если сердце сначит. Поэтому, вот, вот, в принципе, это предвление. А если человек уже начинает заниматься практикой серьезно, ну, я скажу про свою, допустим, вот, есть такую книгу «Будешавый». Приводится такое сравнение, что есть много способов, каким образом можно, ну, там, изменить будущее свое. Никто не говорит, что можно изменить карму, вот, на сегодняшний день. Это как один, вот, герой, бишма, если вы читали, там, что-то, Махапкаев, Курича Нарбагава, там, он лежал, когда на стрелах, ждал, пока солнце повернется на север. Ну, во время битвы. И царевич его, и христина спрашивал, как раз-то это спрашивал, как так, вот, ты самый лучший человек. Ты лежишь здесь, умираешь, истекаешь кровью, а мы тут остаемся живыми, и в стволах, и вообще в стволах. Он говорит, ну, что-то ты не разберешь. Потому что наша жизнь, вот, там, карма, судьба – это как колесница за меня колесами. Одно колесо – это, как бы, наше действие, а другое – это карма. И если какое колесо сильнее крутится, в ту сторону не сворачивает, действительно. Ну, и он какие-то еще моменты объяснил. И тогда царевич говорит, а какое колесо главнее? Ну, на нашем уровне. Он говорит, конечно, говорит, то, которое наше действие. Оно влияет на карму. Он говорит, почему? Он говорит, потому что оно создает будущее. Поэтому оно важнее. Поэтому, говорит, заботиться больше не о том, что с тобой происходит, а о том, что ты будешь делать. И поэтому говорится так, что все равно то, что вот то колесо, которое заставляет нас болеть, отдавать долгу другим людям. Кто-то у нас там нас прижимает. Скорее всего, это из-за того, что мы его в прошлой жизни прижимали. Ну, если так вот образно говорили. Там говорится, если человек божественную любовь себе разминает, то, что выходит из грязи, то есть это как будто бы огонь. И в большом огне сгорает одинаково и мусор, и ассигнации, и дрова, и все. То есть все сгорает без разбора. Это когда у человека уже такой вот уровень появляется, когда вот это вот его там, ну, какое-то чистое сознание, любое льго, то есть это его стимулирует таким вот. Тогда уже и поводили ваше. Поэтому вот эти вот процессы, конечно, которые в современных студиях или где-то, они как бы упускаются. То есть там начинается там асана, пранаяма, караны, пратихара. То есть это то, что как бы работа над, ну, как сказать, интересной оборочкой, а не содержанием. Но работа над умом малосом, то есть и сердцем, то есть она более важна. Но она вот возрастает, любовь к людям, она зависит от любви к Богу, любовь к Богу зависит от любви к людям, правильно? А когда есть любовь, тогда есть и радость. И тогда более-менее между восьмым и девятым этажом нужно быть спокойным и вспоминать, что скоро пас. Потому что не боятся. Пропадает страх. Первый эффект, первый эффект того, кто человек правильно живет, он уже не боится смерти и ее ждет. Говорится, как приводится пределы помешадок, что для мышонка, кошка, это... Ужас. А для котенка, зубы кошки, для мышонка самый большой ужас, а для котенка самая большая радость. Она же полностью таскает. А мышку... Поэтому те же самые процессы для человека становятся естественно. Осторонницы естественного. Ну, естественно, это происходит не сразу. Но какие-то кирпичи из этого не видать не будут. И раз уж я уже волнуются и сказал, что первые все равно, допустим, никакая ни пранаяма, ни притихара, ни асана, не будут иметь смысла, если нету первого кирпича, то есть яма не яма. Не убивать, не обманывать, и не иметь претензий другим людям принимать. Поэтому... Мне как-то сказали, что это слишком... Можно там... Еще когда-то... Еще когда... Она попала с первой книги. Еще тогда, в 69-м году. Она спечатана... Ну, 50 лет прошло. Знаете, вот... Тогда не было ксероксов, а какие-то сильные... Сильные какие-то гальки были. И у меня был товарищ, который... Ну, там напечатали эти книги. И он сказал, я отложу ее и займусь ею когда... В старости. Ну, юноша и будущий, школьник, он уже себе сделал такую программу. Он был очень грамотно, не знаю, если потом еще... И у него была такая программа, я вот наживусь в жизни, а под конец, когда уже мне не будет... На пенсию будет? Вот. И тогда я там этим займусь. Но... Ты не знаю, дожил он до пенсии? Да нет. Хотя бы самый крепкий. Бол упал прямо на сути там. В море. Угу. Угу. Поэтому, допустим, дорогая ложка к обеду. Или, допустим, как сейчас, я слышу какие-то новые вещи на санскрите. И я уже ничего там не напоминаю. На голову не планирую. Да. А если бы там принялся, ну, там, пятьдесят лет назад, то где, может быть, лучше бы там разобрался бы в ситуации? Да. Или же вот мы сидим уже, а у меня уже коленка что-то была. Отчистку услугу там уже. Да. Хотя бы я сижу, что-то было. Вот, куда-то было. Попрошусь, если что-то. Скажите там. Да. Поэтому, когда голова соображает, тело слушается, можно подразумеваться. Правильные вещи. А все остальные не подожди. Все остальные не подожди. Поэтому смысл в астрологии в том, чтобы сделать так, чтобы у человека мир и нужду ему не нанимал. Ну, хотя, в той же Боговарбите написано, что человек, который предается Господу, тот нужды не будет испытывать никогда. Ну, законы природы. Вот, зернышко бросили в землю там. Пшеничку. Вырастет пшеничка, я бы больше не вырастил. То есть, это божественный закон. И так он как-то запомнил. Вспомнить Иисус Христосов, это там, птичка, она же не башет, не сливит. Но предаться – это очень сложно. Поэтому нужно так и то, и другое. И посуетиться, и так пройти, как, опять-таки, полезный ритм. Чтобы не пораниться. Иисус Христосов. Поэтому есть Гуру, Садхи, Ушасты. Есть тот, который дает знания, подтвержденные знания и пример. И тогда все это случается. Точно так же и у нас на Руси было. В Хонде же были всегда наши святые. И до сих пор пориспоминаем, которые мы пытались. Были святые книги, там почитали. Кто-то же наши книги читал. И в церкви, там, как Причащане, там, и все. Вокруг это мы пытались. Иногда меня спрашивают, как же остались времена, выходили там, осталось всего. А там тоже был, как священник Владимир, он выполнял все функции. И врача, и психолога, и ВАСКУ-специалиста, там, то есть и какой коровы светлых нужно сделать, там, с какой стороны дверь можно там в доме. Знаете же, она же жизнь, она, как это называется, от многого зависит. От многого зависит. Есть такая наука ВАСКУ, слышали? Да. Да. Кого-то, допустим, там, Сатурн падил, и он на дверь на запад, дверь на запад, и еще через запад, и все, и пройдется. Или там люди охраняют природу. Напротив двери видит дерево. Все, и все погибли. Ну, какие-то нюансы. Или же по здоровью то есть. Раньше, там, не надо было, там, этих анализы сдавать. Как? По поясу. Две секунды. Глатто, пито, тапхо, там. У меня до сих пор есть новый товарищ. Животный, я пал, пал, пал. Он диагностирует любые болезни в течение двух, ну, при мне просто много людей, мне так хотелось бы, буквально две минуты. Ну, правда, по-настоящему, то есть надо утром прийти, к семи часам, чтобы ничего не есть, не говорить, но чтобы спокойно еще организм было. Ну, сразу же по поясу, там, не только, что у тебя, там, вата вышла из равновесия, там, эти, там, масты, там, обьянки делают, еще что-то. А он конкретно говорит мне, что, причем, такие сложные диагнозы, недавно, там, где-то лет пять назад, пришлось привозить к тому парню, к которому, там, он, ну, отец у него, там, первые десятки, допустим, людей, там. Никто может вымечить, ну, там, парню, ну, раз, то есть, ну, ну, за две секунды говорит, ну, отдых с водой, там, смешан в организме, надо делать то-то, то-то, то-то. А они так слушают, там, воздух с водой, смешан в жидкости в голове. Ну, вот смешивается, что-то происходит. Я говорю, ну, это неважно, вот, там, вот это, вот это, вот это. Угу. Ну, не потому что, пустяки, там. Ну, хотя, с другой стороны, это не совсем так, потому что, я кинулся, там, лекарства, там, можно было шампушки, там, там, ну, ну, это, как басма, как пепел, там, из жемчуга. Ну, он продается везде, но эффект маленький, потому что там был тоже у меня. И отец одного, пожалуй, отрывающего там уже там. Это делается, пепел делается таким образом, что жемчужины сначала варятся в лекарном соке 72 часа, потом их нужно достать, перетереть с соком джек-фрута, потом сделать такой из глины, ну, как орешек, его туда. И делается там определенной длины яма на два килограмма навозных лепешек, он нагревается там, свыше там, ну, 100 градусов, потом это все остывает, потом опять достается, опять перетереться, потом опять в этот орешек. А орешек обматывается тканью пропитанной длиной. Его опять загружают. И так, таких 100 циклов. Получается вот столичка вот этого вот лекарства. Ну, а сейчас просто жемчужины трубки блендеры. Мы блендеры трубки, наверное, не прохуй. Но это легкий способ. Это когда делают басму, это легкий способ. То есть, если еще пишите, делают пасты такие, их еще сложнее делать, особенно бриллиантами. То есть, когда из бриллианта, его нужно тереть 78 часов перед каждым нагреванием. И руками. Нельзя использовать никакую технику. Потому что то, что мы берем, препараты, то есть, которые, там, то есть, они, ну, не гарантированный эффект. Потому что один из очариев, один из основателей медицины, помните, там, Тригуна, Багаван, там, вот, он говорил, что если перемолоть механически, то все это надо камнем, руками хотя бы часов шести, вот, потерять страду. Значит, периоды таких дней. Что? Я говорю, значит, истинных периодов таких дней. Ну, так или иначе, они какой-то эффект будут делать, естественно. Практически никакого. Не тот, не тот, который, там, вот, описан, там, знаете, там, 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 и все. Целительских способностей, ну, свойств они не имеют. Да. Ну, может быть, единственное, что ты съел, и там, как-то ты... Нет, ну, на физическом уровне все равно, что это происходит. Да, вот, на целое вот. Трава, трава сделает, трава что-то свое сделает. А этот Тригуна, да. Ну, ну, кстати, именно там, лет шесть назад. Ну, он тоже такой известный, к нему все обращались. Потому что он... У него было тоже такое лекарство, которое на следующий день после смерти человека на десять минут могли его оживить. Ну, значит, он их разговаривал, что-то делать. Хотя он был великий, но он был без понтова абсолютно. Меня замудили. Я к нему часто ездил. Он сидел, у него такой пол, и там около тысячи человек. Ну, постоянно. И к нему подходят люди, бедные люди. Он был великий, он их все влечил. И сзади у него там около тысячи человек. Все, верил пульс, говорил, помощник кому-то, ну, что он говорит, какое лекарство. Ну, это как-то, это же, это уже не люди, это какие-то люди, бахтисаттва. А кто такие бахтисаттва? Что? Бахтисаттва это кто такие? Бахтисаттва. Ну, это буддийские. Орхисаттва. Это буддийские тоже святые. Как аватары. То есть аватары, значит, тот, кто не сходит. Есть люди, они как бы люди, но они не совсем люди, они уполномоченные. Они пришли не из-за того, что их карма привела, а для того, чтобы дать им либо знание, либо умение, либо увеличить. Ну, они этот путь сами избрали или назначили? Ну, это уже выше нашего разумения, это уже буквально. Они вот так вот приходят, да, для того, чтобы что-то избыть. Вот спроси там. Они называются нития ситхи. Нития ситхи, это значит, нития, значит, постоянно ситхи освобожденные. Они уже, ну, не зависят от этого мира, но они приходят для того, чтобы помочь. Ну, их, как правило, не признают, распоминают или еще что-то. Слава Богу, в Индии их привыкли. А во всех остальных местах нет. А примеры современности есть? Кого вы можете? Ну, вот, допустим, мы с чего начали. Вот этот вот доктор Гиргуна, то есть вот это вот. Я просто его видел ближе, чем вас. Он меня за руку держал. То есть я присутствую в этом, когда вот люди вот эти бедные, в группе, с двух прокаженных и все прочее, потому что он бескорыстно и ничего. То есть также вот, конечно, Шелананда Свами. Он говорит, что Шелананда Свами до последнего дня, он доктором работал в первых людей. Когда я приходил, он не то, что я на лекарства давал, лечил это, на улице, и все. Хотя был при этом, ну, как-то там, губитый йога, там, учитель и прочее. Просто очень удивился. Тереза Мать, в Калькутте, там, возилась. То же самое на всяких этих словах. Расскажите, пожалуйста, о себе. Так интересно рассказывать. Что вы, допустим, можете на личную консультацию прийти, да? С чем помочь? Какие, может быть, способности у вас? Да. Что вам лично ответить? Ну, не погоди, какие у меня способности? Это же... То, что я рассказываю о людях, это же не значит, что кто-то может. Это один за него. Ну, вы большой путь прошли. Как вы считаете, астрология – это наука? Или же это... Ну, нет, это... Если эта астрология та, о которой я вам начал говорить, это наука. Да. Это все-таки наука. Это наука, да. Это великая наука. Но то, что вот, допустим, и я, и другие, так сказать, коллеги использую – это, ну, не знаю, это же миллионная доля от возможностей. Даже, ну, не знаю, так, миллиардная, наверное, то ли, так, или 8-6. Поэтому, ну, так или иначе, хоть что-то лучше, чем ничего. По крайней мере, какой-то камень подобрать, там, ну, это вообще не могу. Хотя от этого толку мы... Ну, я имею в виду, с... Да, какой-то камень, там, желчь начнет глушать, да, вделяться, терпение появится, там, или рот заткнется, там, вот, да. Это можно сделать, да. Раз fajering, да, с каким-то... Ну, глобальным, наверное, столько не þаречь, как Release Т loin с нашими… Это сам Человек будет, да. Потому что сама круп Нет, ну, есть, конечно, прикладные вещи. То есть, когда же каждый день ты говоришь – во время свадьбы там. Мы, знаешь, ходишь, увидишь – мы хотим, там, в ноябре, ну, там, доживись. С какого ноября пятого затмения, пятого затмения, шестнадцатого, солнце впаде, ну, то есть, ну, женился на 2 месяца, потом хлебать, подождите, там, солнце налили, потом картика, то есть, четырьмя месяц, то есть, сестра сильно спят, ну, надо потерпеть, а все уже не втерпёшь, не втерпёшь, но всё равно, это же тоже условно, на каждый день, там, совместимость, там тоже, если уж весь зашла, считаешь, то есть, я говорю, нельзя, то есть, ну, там, у вас по совместимости, там, есть ветхи, беда возникает, иногда, ну, там, пять лет, там, ног, два, где там падают, там, это, ну, стопы с питания, там, потери здоровья, богатства, детей, а есть, опять, сыр, это голова, то есть, если люди сходятся, какая бы у них не было, там, карма, продолжительная жизнь, не обязательно погибли, и вот сколько не было таких, я говорю, ну, вот так и так, люблю, я говорю, цена будет больше, а может, такая жизнь, ничего страшного, я отмолюсь, или я там еще, все равно снова, нет, один вот у меня парень, он, когда-то, я вот уже, он, да, они сошлись, на третий день, что-то она им устроила сцену, с пудебровода прыгнул, 17 метров, ну, мать, доктор, его там спасли, там, что-то, печень ему там пересаживает, катетеры, и уж еще катетер не вынули, он опять с ней, как бы, сошелся, встретились в ресторане, выходили из ресторана, его, там, какие-то вогнили, побили, трубку эту вырубили, то есть, опять ему там, что-то печень, не знаю, то есть, то есть, он опять уехал в Белоруссию, то есть, еще третий заход был, ну, вот, один вот, был случай, что у нас полноса, Мама, наверное, молилась сильно. Ну, маму молилась, но все равно, там, как-то, вот случай, что с двадцать лет. А у вас школа вануаре лидер, как-то, видимо? Какая-то есть, Кундали, называется, Кундали, Кундали, это, значит, круг, как-то сидит. Ну, конечно, мы зайдем на сайт, ну, задать поиски. Как-то есть, как вот, все же, как-то попадает, очень сильно. Весно, везти, да? Весно, везти, вон она, попасть, вон она, каждый месяц попадает. Один каждый месяц, это другой? Я там, по-байт, оценки, когда-то, около Матроса, Заранатия, сижу, там, где-то проходит все. А где-то там, в Каскаде? Улица Корницкого, дом, 57. все поэтому все это самое коллективикацию ну я всегда смотрю даже если у меня нет нужды я все равно смотрю по человеку уже видно какой-то нисходящий знак это только потому что они все полярные даже по внешности но мир так устроен что не допустим восходящий знак если это первый овен ну это значит планета Марса ну если брать по первому критерию подочиненность телец они всегда похватывали это вот и это мы всегда вот ты как раз ты же по западному близнец по сдвиг на 23 градуса нельзя вмешать лидической астрологии западной они не совпадают смещены на один файл ну это это вот это это не с такой понятия а янамса на запад смещаются да я по западному скорпиону а по лидическому стрелец стрелец да потому что западная астрология с 242 года нашей эры есть такое понятие рецессии знаете что ось земли она как молочок еще и на кузне и каждый год чуть-чуть сдвигается ну и они до сих пор западная астрология считает что равнодетство происходит когда солнце бывает в первом градусе а если вы на него посмотрите он уже почти 25 градусов ушло в рыбу то есть уже ну не тот конечно до водолея еще там хоть все уже говорят водолей уже наступил но до водолея еще там 6 градусов такие и сколько ж это лет что сколько это лет лет 200 а ну все все лет 200 поэтому люди а люди сегодня вперед бегут а чему а чему ну да ну почему-то людям нравится что вот эпоха водолея что-то будет по-другому все будет точно так только хуже нет это гарантированно потому что это даже и подтверждается есть такая боевишня пулана боевишня значит будущее то есть там как раз описывается что эти времена они будут менее и менее жизни становиться пригодными все что было тогда это было самое лучшее период чем то что будет сейчас оно по какой-то степени может быть лучше там уровень комфорта может быть и лучше но пойми за это люди будут платить все большую и большую цену то есть невозможно невозможно то есть и отрывы природы вот я иду там сейчас же сделали артифонс и какие-то две идут тоже там женщины такие как хорошо плиточку везде положили то есть у людей им дать все плиточкой заложить и это будет вообще как классно все плиточкой заложили и деревья эти вырубили плиточкой заложили вот так классно земля уже напиндели то есть я помню тоже как-то были какие-то сложные случаи я был на коне ездил целый день у нас в колхозном институте я по-моему вечером приехал этот конь упал пена из рта пошла загнала и вот практически сейчас земля она уже в состоянии загнала находится практически в загнаном состоянии находится и вот мы уже перешли человечество уже перешло предел то есть в Борисе Туране написано что предел естественной жизни человеческой до перехода в каких-то монстров когда ученые придумывают что лучшей едой у человека это плоть их же детей так уже у азиатов да почему у азиатов вы здесь все сидите и уже все стволы кремами со стволами клетки как это нет везде сейчас уже есть стволовые клетки в Бомбее есть клиника такая но она не такая большая но там 300 тысяч женщин специально они беременны в сантиметре в сантиметре в сантиметре раскач где этих маленьких раскачуров и вот эти клеточки используют примат для малышей примат для малышей и у меня товарищ доктор он изобрел вот эту таблетку сейчас весь кремль ее ест они просто берут берут перетирают ну что просто едят все человеческие ну это переход за грань уже не совсем то есть это уже не совсем люди они выглядят как люди но это уже не совсем человекоподобный и это развивается я просто участвую в методах по работе вот там сейчас объединяет вот эти вот там по омолаживанию вот эти вот все процедуальные и ну там у меня товарищ он делает специальный химический состав нестойкие соединения на базе платина и бензольного соединения то есть формулы нет но они добиваются что они как бы существуют и за счет этой нестойкости они там омолаживающий эффект производят без лопастки не раз на этом базе сделали то есть уже 85 лет но у него одна рука знаете у стариков пятна и вот он этим кремом одну руку мажет другую ет одна как у младенца другая вся в пятна ну вот они там проводили вот мы делали там эксперимент с этим ну там с ковидом там что там ни один человек ни один человек ну в общем параллельно просто я знаю идут сейчас объединяет все то мочу упаривную беременных то кровь то и регулируют и детственниц из них делают препараты но даже у этого я вот позавчера отметил ну такой эффект дольше заметил что-то стал меняться в плане того что ну какой-то стал маразматичным то есть они уже начинают считать себя чуть ли не багами то есть ну там типа 85 лет я чувствую себя лучше чем 25 ну там два часа работаю там двадцать ну посмотрим ну посмотрим ну то есть и наши все там руководители мне кажется у них тоже они все вместе но у них правда они все это смешили мочу смешили давай давай все чтобы все то есть это с этими шутки тоже плохими ну то есть человек начинает уже ощущать себя по-другому ну 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 тут может где-то хорошо но вот этот вот аферов конечно совершили просто когда узнал что ну ладно там то есть а в китае там где массово делают там этих там эбрион там эбрион там вы не думаете что там один или два кто-то говорил там что с плацентой нужно они попробовали с плацентой ну 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 поэтому 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 я уже говорил что вот эти вот рассуждения что подождем и еще что это это непонятно потому что это вот сейчас вот эти вот самвациары это вот помнишь в прошлый раз кто был те два года они были подглотой ну видите все просидели все вот равнодетствия не закончились в этом году теперь голода будет нет ну вот уже полгода прошло и еще полгода осталась ну тирания там вот видите обитатели вот и король падет вот это приставилась на днях параллель да правда мы считали что в октябре она пойдет видишь она еще и в сентябре справилась что ну вот теперь вот 5 ноября будет первый результат когда у людей заберут все какие мокрые ценности заберут все что как это понимаете заберут все ну видимо банковская система обрушится или еще что ну это запринец конечно а потом уже надежду заберут уже только в апреле тогда уже заберут и надежду это вот такие два года тирании я к чему это говорю что это тирания это относится к стихии огня то есть если то была стихия воды это стихия огня а стихия огня она подсушивает то есть значит к концу 24 весной 24 года возникли проблемы с водой пикню чего-то нет ну куда-то под землю с водой будет делиться то есть мы-то сейчас живем в жиру там и все потому что излишек воды но всего мира но всего мира но мир же он же распределен определенным способом каждая зона она получает огребает свое стихотериальные землетрясения там субтропические знамогения там наши холоды поэтому это переходит в какие-то ну в тех местах где узкие то хорошо потом будет я же тебе говорю то есть с одной стороны хорошо ну как как тебе уже не знаю как тебе объяснить что значит что значит что значит что значит что значит то есть какие-то вещи допустим сейчас считается нехорошо потому что идет тирания больше всего она по мозгам ведет ну и что представить два года через день будут находиться вот в этой истерике напряжении то есть ну знаешь как дергнут за шею что потом останется после этого вот поэтому надо не то что надо просто жить нормальной человеческой жизнью не так как эти встать за шею дергнут смысл тирании первый смысл тирании лишить людей разума и надежды чтобы превратить людей что делать тиран с рабами но только раньше говорят раньше хозяин рабу покупал ошейник а сейчас а сейчас два года не доедает кредит платит за ошейник за свой ошейник он платит не доедая там сейчас сколько уже сказали четырнадцатый тайфон 250 тысяч то есть представьте ошейничек и тот тебе не раб дает а этот сам покупаешь за 250 тысяч поэтому тут и есть почему мы здесь с вами не собрались я же вам не говорю то есть чтобы перейти от уровня жизни вот этой практически я не хочу этого обижать это практичная жизнь импульсивная животная жизнь то есть еда сон оборона но когда на уровне хотя бы развитого мало с ума мы понимаем что к чему что не надо нам переживать за то за то а надо позаботиться о близких как-то создать суетиться там люди там бегают каждую неделю то доллары меняют то это то карточки открывают то в Узбекистане то в этом уже там закрывали там если смотришь уже все и пропало помните покупали по 100 теперь по 50 продают и могут продать вот такая вот это ну как бы лишение разума агрессию друг другу начинают сейчас в такие времена говорится люди должны как это друг друга за руки держать ну помните как спартак там какие-то восстания были помните люди объединялись а у нас наоборот то есть время это единственный способ выжить ментальным людям это надо как-то объединиться сплотиться на фоне таких людей а здесь происходит наоборот хотя все понимают все же понимают механизм как можно всего этого избежать но почему-то делаете себя поэтому заботитесь о себе сделайте какие-то там усилия для того чтобы хотя бы небольшой группе людей спокойнее можно же правильно там не читать новости какой-то пять минут или так на набережной не стоять там друг другу перемалываются спокойно посмотреть да они даже не смотрят я смотрю красивые облака такие эти там лучи через облака красота такие а они там стоят собачиться жалко поэтому это видно когда утром когда в Индии идешь в храм и встречаются люди улыбаются здороваются солнышко что угодно предлагают ну какое-то просто небесное король как-то будет ну какой-то а здесь же на этих самокатах сейчас едут такие а тут много иначе все такие что пройди с ним что это может сделать это же можно сделать ляг пораньше вставить пораньше но есть одна мысль любви там шесть человек занимаются йогой там шесть человек занимаются в девять это раз там там занимаются два человека купола ну представьте какой это процент сколько это процентов ну целых вообще никакого а вообще есть какое-то понимание исхода этих событий которые сейчас происходят вот россия украина ну это же опять же то есть это же как я вам сказал это цель механизма то есть определенные поставлены задачи причем эти задачи не территориальные а первая первая задача вы уже читали там Гогу и Магогу а три двойки там Апокалипсис назначили что Гога и Магога это как раз украинцы их надо уничтожить то есть вот эти все американские то есть как раз первая задача уничтожить Гогу и Магогу земли они уже прибрали там украинские и выполняют третью задачу то есть нагнуть Россию ее в руку так Россия кто-то победит да кто-то победит доллар уже дороже чем евро то есть ну неизвестно кто и кого-то победит да эти да они уже победили как их назовем там ну в общем американские сеористы они все уже рассчитали все все было так все они очень давно это просчитали они просчитали давно еще во время когда когда это Геннесская республика развалили в Афийской империи то есть все идет по той же схеме то есть это какая-то возняли коллективная работа правых и виноватых нет все дураки надеюсь это будет красиво лишь на последний надежный момент ну может быть в России помнишь был такой поэт Хребников позавтра говорил он доски судьбы все рассчитал где такие революции и по поводу он говорит каждая граница она будет пропитана кровью красиво написано каждая граница будет пропитана они границы для того чтобы что-то достигнуть какие будут быть границы там застрелили одного и другого кровь одного цвета и их положили рядом одинаковые предметы те же самые предметы в какое-то время друг к другу постреляли а предметы не стали закатали огонь кто же понял какие границы будут быть если есть понятие границы значит жертв будет пропитана если человек погибает на войне он сразу уходит на реинкарнации ну тут это зависит от его кармы в момент в момент смерти то есть он определяется тем во многом куда направлено сознание человека в момент смерти о чем он подумал что о чем он подумал ну даже нисколько бы подумал а такой вот сердечный порыв намерение да то есть в зависимости от этого вот как раз таки это регулируется уже не уме не сердцем опаром атоме или сферой душой или антальяне а то это как бы божественное присутствие и в момент смерти высвечивается как раз обидится восьминадий вот этих каналах верхние идут вниз вверх и нижние идут вниз и поэтому зачастую зачастую то есть итог жизни он подводится как бы спонтанно о чем человек думал к чему стремился он фокусируется в этот момент в лекции еще вы сегодня сказали что один из признаков зрелости когда человек не боится смерти а наоборот ее ждет кая не то что ждет а как бы Put space гарантированно понимает что stupid его eve будет лучше но он принимает то что и сейчас а следующий этап какой когда человек уже это осознал и что следующее следующий этап это мог то есть это вообще освобождение понимать что он больше не родится никогда то есть что он больше не родится никогда то есть он выйдет за пределы сейчас можно называть санса То есть это переход из временности в вечность. А там, где вечность, в сад, чик и ананда. Вечность, она всегда сопряжена. Сад – это знание и блаженство. И в этом состоянии уже живое существо, да, оно теряет какие-то признаки телесные. Как реки, когда они втекают, втекают в океан. Они теряют свои названия, теряют свои свойства, растеряются в океанах. Принимают такую спокойную форму. Так человек уже теряет вот эти шлейфы кардические, то есть предполагаемые тела, пол и все прочее. То, что ему на самом деле не присуще, а то, что указано ему. Я читала, что душа не к этому стремится, чтобы почувствовать соединение Всевышнего, Всевселенного. А вот еще вопрос. Я читала в некоторых учениях, что среди высоких цивилизаций мы считаемся как бы планета отброса, как тюрьма. И с полуплотницей на Земле, это значит, никто не хочет, в общем, обращаться об этой Земле. Ну, я бы сказала так. Это же вот эти уровни, такие как Буру, Бураха, они более или менее средние. Они более или менее средние. Допустим, есть, которые хуже, там, допустим, Мраса Тала или Тантала. То есть там планеты, то есть человек, у него есть физическое тело, но планета раскалена до 300-400 градусов. То есть и он, ты не можешь нигде, ну, она полностью, как на сковороде, и нужно все время подпрыгивать. И ты не можешь потерять сознание, ничего, его тысячи лет примерно. Иногда они отдыхают, там, где кажутся ранее, вместе с, там, кипятка, кровью, дно и все. Иногда их туда, и их там все время портят. А потом им дают отдохнуть на шерковистом береге, за ноги подвешивают, и кинары молотками помолвают. Это отдых. Нет, есть еще и похуже. Есть еще и похуже. Есть получше, да. Та полокая леса, те локая, где они живут, никогда не болеют, там, по нашему исчислению, миллионы лет, там. И у них нет, ну, не надо там в туалет ходить, есть они только по домам, и сразу тоже сын. Ты знаешь, ты сидишь и думаешь, мне-то сейчас есть, там, какой-то банк, и сразу же ты получаешь результаты, там. Ну, я считала, да, что у них даже, они разговаривают, и как, у них, условно, что-то, они только мысли, мысли подумали сразу. Ну, вот, парню понравилась девушка, он у нее посмотрел, и уже, как будто бы он с ней, там, как-то, съездил, там, куда-то уже, в хорошее место разлетрался. Нет. Ну, это не опыт, а дети. Что? Ну, и дети точно так же, то есть, они разговаривают, из какого ты хочешь, такое рекомендаются, например. Хоть осторожное желание. И они, конечно, не болеют, они говорят, всегда они носят такие, для того, чтобы им было приятно, у них такие ароматы нивлянные, на расширились, и только за день до смерти они нивлянут, но российские стены опоздали. И все, их у нас нет. Но, опять же, это не факт, что они, Павловича, что-то такое, они могут, как раз, с удовольствием не поменяться. Здесь же интересен и опыт, и быстрее можно за что-то получить. Ну, в принципе, да, ну, ты знаешь, мы же к этому стремимся. Все религии, мировые, они говорят же, о рай, хотя вот это как раз таки и есть рай, хотя ты только кайфуешь. А может быть надоед? Ну, наверное, просто время, они исчерпывают результаты своей хорошей кармы, и потом куда-нибудь, либо они даже вот этот механизм уже не определят. Но очередь-то все равно стоит сюда? Нет, очередь не стоит сюда, потому что души, они не стоят в очереди. Они в любое время, в любой момент они проявляются, есть такое понятие, что это так вот. То есть татуа, это значит, ну, какое-то состояние. И для них нет ни времени, ни пространства, они так хотят, так вот. А при жизни человек может узнать, у него будет реинкарнация или он попадет в вещи? То есть вот ты сейчас сидишь и формируешь свое будущее. Беседа. То есть ты вот прям каждый день, ты можешь, за один день, ты можешь, так сказать, оформить себе несколько миллионов лет. Или так, или так. То есть я же, мы же, я же, с чего мы начали, что вот эти вот, просчитать карму невозможно. Мы что-то мы делаем, но мы не знаем, какой это будет результат. Понимаешь? То есть нужно при жизни стремиться, да, достичь этого состояния? Освобождение. Нужно достремиться именно к освобождению, не к улучшению кармы, а к освобождению. Вот это количество не трогает. Да. Ну вот, допустим, я тебе вот такой вот самый... Тогда есть шанс на попасть. Самый жесткий пример. Вот мне приходится часто сталкиваться. Парень, там, жена бубнит, четверо детей. И он говорит, все, я ухожу вашим и занимаюсь медитацией, духовной практикой, и все. Что он за это получит? Какой результат духовной практики? Он не выполнил свои обязанности. Он вынужден будет отдавать долги этим детям, этой жене еще там. А что вы еще хотели спросить? Я хотела спросить, Валюта, а что вот это... Есть ли у вас информация о том, что русский язык и санскрит очень похожи? Слышно ли такую версию? Но не современный санскрит, а более такой... Ну, нормальный санскрит и русский. Все языки они произошли из санскрита. А, из санскрита. Все языки произошли из санскрита. И прямыми путями, и непосредственными. Есть, допустим, исследования полные всех языковых групп. То есть, они прослеживаются, как каждое слово произошло из санскрита. Вот, допустим... Ну, такой вот пример. Наше слово, старая катка, ну, как цепочка, оно произошло из санскритского слова кумбха, сосуд. То есть, и проследили цепочку через 20 языков оно прошло. То есть, оно сначала и через арамейский, и месопотамский, греческий. И к нам пришло, как катка, уже из немецкого, то есть, языка, и пришло к нам так. А некоторые слова, они везде одинаковые. Ну, вот, кстати, в той же Батышепуране говорится, что один из признаков деградации, когда во всем мире будут говорить на языке, который будет называться... Как он называется? English. English. Там называется English. Клеша – это значит грязь. Им – это значит разговор, грязный язык. На санскрита English – это значит грязный язык. Клеша. Даже клеша – это даже не грязь, порок. Порочный язык. Интересно, есть серия, где дети открывают изначально на двух языках, и всегда, ну, билингвы они называют, всегда выбирают английский. Он предпочтительный. Он – это вот специальный язык называется калиюнгий, да. Ан-клеша. Что? Интересно. 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 Конечно, он будет популярным, потому что англичане при восстании сипаев в каждой деревне, там, они на одной площади 200 тысяч индустов на современном. То есть никто об этом не помнит. Никто об этом не помнит. Никто об этом не помнит, каким образом стал популярным. Да помнят почему? То есть миллионный человек, миллионный человек был, ну, ничего же. А сейчас это все такие культурные там. Он не помнит. Ну, я думаю, все помнят. Вот он, вот вместе с патроном в голове, он английский привил. Конечно. Вот они прямо привели им вот так вот винток и голову уговорить. Поэтому никуда не было деваться. Никто не знает, что каждый день из, там, современного, там, с одной стороны из Калькуты, с другой стороны из Бомбея, 70 кораблей, груженными золотом, многоценными днями отправлялись в Англию. В Матхурии рядом с Селиндамом был храм Кешева, 270 метров, из чистого золота. Не было ни одного камня, ничего. Он был из чистого золота. Чтобы его вывезти, им понадобилось пять лет. Разграбили. Позавчера игрусы написали, верните нам Кахинор. Ну, это бриллиант, который раньше у царей над троном висел, ну, с точки зрения вас, висел этот Кахинор. Они его отобрали, там, в корону надо поставить. И то они половину ему обрезали. Идиоты. И они, когда он был, и они сказали, что он плохо огранённый. И в Амстердаме вот эти вот там евреи, они его перегранили, потеряли 25 карат веса, а по иллюстрации, по свечению 80 процентов потеряли. Они не умеют гранить камень. Они их гранят по лекалам. Хотя камень – это как живое существо. Считается, что одна из предпочтительных форм животного существования, говорится, если человек не хочет ничего знать, и, говорится, хочет забыть о Боге, то ему даётся такая великолепная возможность родиться минералом и где-то в киперлитовом трубке существовать несколько миллионов лет. Представляете, какая жизнь? Кайф, спишь всё время. У меня там мысль не шевелится. Это тоже такая форма жизни. Но они, когда его пилят в Индии, когда гранят, они видят. Ну, и его открывают, называется. Никогда по лекалам не гранят. То есть, если гранят камень по лекалам, то что значит? То ли голову отрежут, то ли ручку, то ли ножку. Чтоб туда трехли. Вот и они. Теперь мусор пускай заберут. Конечно, сделаем мусор. А кто вернёт этих побитых всех бедных крестьян? Забоченных? Или тех китайцев, которых они там посадили на этот самый фокусе, на опиум, опиумные войны, уничтожили отцу? А сейчас они культурные. Так, у нас ещё вот вопросы присылали в почту заранее. Один из вопросов. Как мама может в наибольшей степени раскрыть потенциал ребёнка? Ну, здесь вот я не хочу, чтобы кулик болотых хвалит, но здесь вот хорошо посмотреть по гироскопу. Ну, к чему предрасположенность профессиональная? То есть, какие планеты находятся в 10-м гироскопе, а какие бытовые вещи? Или же периоды, когда он станет спокойным или когда наоборот станет беспокойным. Какие-то бытовые вещи вполне. То есть, это надо просто смотреть на тайную карту? Ну, это правильно. Нет, универсальных способов нет. Допустим, одни дети рождаются там в период в плане и потом они становятся чересчур по премию. У людей, у них солнце. Ну, это тут, как это называется, нет ни одной формы стандартной. Каждый, то есть, я не видел ни разу, вот сколько я смотрю, там десятки тысяч этих гироскопов, я ни разу не видел каких-то полеженцев. А вот близнецы рождаются или твои мишки, у них тоже все разное, да? Ну, естественно, с близнецами там это отдельно. Если он в астрологии там вычисляет, кто первый полез, значит, он по голове второго прошел, тот будет более там активным, он там поспеет туда-сюда. Они что, лежат, и кто-то же вперед лезет? Ну, просто внизу лежат. Ну, вот, как правило, я тоже делал изучение, которые вперед рождаются, они более правильные. Особенно девушки всегда вперед замуж выходят, а и вперед выходят. Ну, вот, у них вся жизнь вперед. Прощения можно делать, не хочу нас отчитать. Конечно, ну а чего? Угношли, Паша. Просто некрасиво встать и уйти. Да нормально. Я просто хотела сказать огромное спасибо за эту встречу. То есть чего-то некрасиво? Заболазить пошло. Ну, вроде не выдержал. И так долго выдержал, чего нет. Да, я горжусь, кстати. Спасибо вам большое. По нашим временам, по нашим временам, люди же, динамика большая. Там больше часа, если кто-то просветит, это не будет. Еще один маленький вопрос. Как с родителями разговаривать? Они во что не верят и все равно расстраиваются, потому что скоро уйдут от нас? Ну, надо вот как раз-то им пытаться, что вы никуда не уйдете. Вот пытаемся. Скажу, что вы, то есть вы все-таки душа, которая проявит, не пытайся ее как-то сделать. Постоянно. Слезы, скандапры, не говорим. Это да, потому что, да, для людей, для людей. То есть это, ну, это очень болезненно. Как раз, мне тоже с этим приходится сталкиваться каждый день. Человек, особенно, если какие-то диагнозы вы поставили, начинается паника, я никто не сделал, я этого не сделал. Вообще, зачем это все мне нужно? Пытаешься говорить, что там, типа, вот так и так, никто не умрет. Помните, боговагида на втором главе, на церковь листа? То есть, как мы, как мы меняем одежды, старые, бесполезные, так и душа, тело, душа, 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 душа. Кто родился, я обязательно умру. А тот, кто умел, обязательно родится. Вот дайте им почитать и все. Ну, старая закалка, а что делать? Я тоже старая закалка. Я тоже научный коммунизм. Особенно. Научный коммунизм, этот самый, я изучал, нормально. На институте 5, у меня было подмышленные комиссии, ни разу не ходил. Харист, посудяющий в Москве, это принесли в Москве. Это очень важно. Можно я тоже? Я правильно понимаю, что велиическая астрология, она более обширна, чем обычная астрология? Или это что-то? Честно тебе скажу, в обычной астрологии соображали плохо. Но сразу скажу, то, что пишут в газетах Олму, этот самый, это к астрологии не было никакого отношения. Это к астрологии не было никакого отношения. Если к вам прийти за один раз, вы можете рассказать? И про меня, и про детей, и что-то будет? Или это походить надо? Я не понимаю, терпения нету, трафик больше не так. Что это такое? Вы не думайте, что там… Я там про себя всегда смеюсь, про себя всегда смеюсь, что люди как-то там все это воспринимают. Но вот когда я учился у великих людей, то есть там не было такого, что вот он сидит, приходит человек, и ни один из них учителей… Они конечно сидят. И ни один из них никогда не разговаривал с людьми. Всегда это не так. Человек приходит, он говорит там, или камень такой вносили, такого числа, там называет какие-то цифры, это человек приходит. Это хороший цифр. Он не такой. Что? Он не такой. Ну, я-то уже… А дальше… А дальше… Учение. Учение. Потом будет большая работа, да, придется все это по моему… Большая работа с моим количеством. Главное. Все подготовки, например. А давай идти? Как? Уже не бывает. У нас всегда, то есть, так и будет все, конечно. В общем, кровь и слава. Учимся с тобой. Ребят, ну, как-то, может, всегда можно найти какой-то... Всегда можно найти какой-то... Другое дело, нужно будет быть в этом смысле. А можно вопрос? По поводу детей. Как воспитывать так, чтобы не навязать своё? Быть самим освобождённым от убеждений, принципов и условий? Ну, всё равно ты не можешь. То есть, это... Всегда, всё равно и мы, и они будут жить по назначению. Ты родился, ты уже русский или китаец, хороший или плохой, богатый или бедный, красивый или некрасивый. Всё равно что-нибудь? Ну, наша эго же что-то всегда хочет для детей. Но мы иногда не прислушиваемся, что они... И они, по-моему, не знают. Как можно меньше навязывать, то есть, понимать... Самое главное в воспитании детей, это чтобы понимать, что это не твоя рука и не твоя нога, а это человек отдельно. Но, к сожалению, у нас родители, они всегда думают, что это мой ребёнок. Слышали такое? Да, конечно. Мой ребёнок. Какой он твой? Кто сказал, что это нужно твой? Тебе повезло, что ты поучаствовал в процессе появления, воспитания и прочее. Самое главное – помещать. Самое главное – отнестись к тому, что это действительно человек, у него своя карма. Как он там в строении. Но это не значит, конечно, что всё позволяет себе на улицу и делать. Главное, у родителей же долг – оберегать детей. Как на время паре или у него с тобой? Не на время, а просто это один из главных человеческих долгов в скорости – послужить. Вообще-то ребёнок ещё даётся для того, чтобы он был. Только по отношению к ребёнку мать иногда чувствует настоящую любовь. Потому что она от него ничего не получает. Ну, какие-то моменты. Но всё равно она его любит. Вот это вот что-то похожее. Вот если ты так будешь любить и других людей, это уже может быть так. Скажите, пожалуйста, карнические заколевания отборят? То есть из поколения в поколение? Секоленческие. Отборят? Естественно. Естественно, потому что родители даются по карме. То есть и по карме, естественно, формируются и окружение, и болезнь, и общество. Если какой-то из родителей остановился, то есть осознал, ушёл, от этой зависимости, то есть полный период. Естественно, да. Но остановит это для своих детей. У него будет больше шансов. Чтобы в будущем было бы... Если оба партлёра родились в полной семье, у них вероятность сохранить семью надолго больше, чем у тех, которые разбиты. Но меньше у тех, у которых один разбитый, другой не разбитый. Если семья была разбитая и неразбитая, всё равно это уже... Дети их, они всё равно уже обречены. Тут везде. А если обе разбиты, то дети их уже сто процентов. Скажите, пожалуйста, распадание семьи... Иногда задумываешься над таким вопросом в собственной семье, я задумываю. И не знаю, понимаете, существует там понятие карма. Что значит отработать на этих переплюгах кармы? Это когда люди могут спокойно расставаться, расходиться... Нет, когда они могут проходить разные кармы. Вот мы сегодня там с кем-то СМИ разговаривали. В Индии есть такое понятие, называется ванопрастом. То есть достигнув, когда дети вырастают, они перестают быть мужем и женой, а становятся как бы друзьями. То есть ванопрастом – это значит совершать совместные любезные деятельности, это астономическое и всё остальное. То есть при этом оставаться всё-таки вместе? Они до какого-то времени, но когда уже и изживается это, есть понятие, как сольяться. То есть человек уже сам к себе концентрируется. То есть это нормально? Это естественно, это ненормально. Если люди пытаются продлить агонию каких-то удовлетворений сексуальных или каких-то междевенческих желаний дальше и дальше и дальше, то есть естественно это переносает в неудовольствие, в гнев, в безумие. То есть собственно наши семьи, наши преды, наши родители, мои родители, они проживали вот эту жизнь? Нет, вот я застал те времена, когда люди вот жили именно таким вот укладом. Когда они становились стариками, они становились жизнеотделенными. То есть он уже воспитывает детей, у них уже не было между собой такой жёсткий связь. Поэтому жизнь сама выстраивает какие-то этапы отношений. В молодости это одно, в старости это другое. Даже мир построит так, что в старости уже человек перестаёт испытывать так сильное физическое увлечение и прочее. Ну, конечно, сейчас в другое время мы скажем, диагнозы, дисплей и прочее. Это чушь. А можно ещё один вопрос? Существует какой-то страх, дефект человеческий, да? Как говорится, страх перед тем, перед тем, перед тем. То есть когда говорится о том, что этот мужчина познавал себя нового, всё, я познакомилась, начала знакомиться сама с собой, я познаю себя новым, я прихожу, возвращаюсь в свою семью, я вижу своего супруга уже не таким человеком, каким я раньше видела, потому что мои глаза были, ну, закрыты, да? Отчего? Дейбо прошло, всё меняется. Да. И теперь, когда я новая, обновлённая, и я со всей этой любовью, которую мне хочется выражать, и у меня начинает блокировка происходить, я боюсь, что в ответ я буду получать... А ты не положительная. А ты ничего не ожидай, ничего не ожидай, и всё пойдёт. Просто действует. Да, то есть люди не дураки. Если он увидит, что ты стал лучшим, следом пойду. И от мальцев. Что? И от мальцев. Или там как-то что-то для раскрадиться, да. Зачастую, то есть своим примером люди зажигают. Знаешь, так, если ты железяку держишь в огне долго, она распирается, ты потом ей уже идёшь и деревяшку держишь. Вот и раскрадись там, чтобы поджечь всех последующих, последующих. И сейчас самое главное, то есть наши пацаны, видите, вот наши пацаны, сейчас они нам споют мантру, чтобы в голове у нас просветлели, и от этого будет больше пользы, чем от наших пацаны. Вот. Несколько слов буквально, потому что у нас не все люди понимают, что такое мантра. Мантра, манас, это ум. Тра, это вот слово трактор, да, двигать, трансформировать это движение. Это санскритское слово, оно ещё переводится как изменение, движение, очищение. И мантра, это получается очищение ума, ощущение сознания в первую очередь. Это такой мостик, который нас напрямую выдёргивает от материального мира, от духовного мира. И рекомендуется повторять мантры ежедневно. И мантра, она может, она от твоего вероисповедования зависит. У кого-то это христианские, православные, у кого-то это намаз мусульманский, у кого-то это каббала, у кого-то это ващнавские, шнаитские различного рода мантры, кто-то буддийские мантры читает. Но направление и суть у них у всех одна и та же. Мы сегодня с вами, это у нас уже традиция заканчивать каждую встречу мантры пением. Вы можете остаться, вы можете, если вам это не нравится и какой-то внутренний протест идёт, вы можете свободно встать, поблагодарить наше пространство и до следующей встречи повращаться. Сколько это длится? Сколько, ребят? Сколько попоёте, столько попоёте. Главное, попробуйте подпевать. Современно понятно. Ну, минут 30, не больше. Это самое-самое вот. Это вот то, что я вам про что рассказывала. Вот вы попробуете просто. Даже если не сможете подпевать, просто как бы окунитесь в попу. Просто побудьте и искупайтесь в этих руках. Это вот как раз то, что вы откроете баночку с вареньем. Значит, наша встреча будет выложена на канале в YouTube. Канал называется Йога с Юлией Ерёминой. Я сейчас приду, сразу загружу, утром вы её уже увидите. Ссылочку я выставлю во всех своих чатах. И ссылочка будет также на страничках у учителя. Также, как связаться с учителем, чтобы его не трепать. Вот там мой номер телефона написан. Пишите мне в личку, я каждому отвечу. Хорошо, я буду связующим таким мостиком. Не путайте меня с лишним секретарём. Нет, это моя личная инициатива, просто моё служение миру и возможность дать вам пообщаться с учителем. Просто, чтобы сейчас времени не занимать, и у вас не осталось вопросов в голове, какие ещё вопросы, может быть, созреют потом, позже, опять через меня вы можете действовать. Ясненько? А кто меня ещё не знает, я Юлия Ерёмина. Я занимаюсь йогой, учитель по йоге. Это моё основное. Ну и также вот занимаюсь такой деятельностью, как просветительской, так скажем, деятельностью, как организацией, я считаю, на мой взгляд, очень полезной встречи. Вот. Ну что, теперь мы передаём слово нашим музыкантам. Готовы? Да. Давайте. Спасибо. 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 Спасибо.